Спонсор выпуска новостей Премьер БКС. Вокруг меня много предложений, куда вложить деньги. Но у меня есть свой советник для финансовых решений. Премьер БКС. Установите положение и инвестируйте с лидером рынка. Здравствуйте. Время новостей на канале Саратов 24. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. И вот о чём пойдёт речь. Откроется в августе. Аэропорт построен с нуля в чистом поле. Аэропорт в Собуровке уже практически полностью готов для эксплуатации. Простили с Юрием Ашеровым. Юрий Петрович, вы навсегда останетесь в нашем сердце. Сегодня в тюз шли с цветами и венками. Саратовцы провожали в последний путь легендарного актёра. Попробовать хватит всем. Всё пройдёт замечательно. В Ольске готовятся к фестивалю Ухе. Обещают сварить литров 300 супа. Какая погода на дворе ждёт нас во вторник 2 июля. На Зосиму Пчельника? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. Скоро полетим. Новый международный аэропорт Гагарин откроется в августе. Сейчас там полным ходом идёт обучение персонала. В Собуровку пассажиры смогут добираться как автобусом, так и по железной дороге. Транспортную инфраструктуру уже успели оценить представители власти. Они побывали в роли пассажиров. Оксана Лютчева знает, чем закончилась проверка. Попробуйте, что мультик. Давайте, давайте, давайте. О, он стройок как раз пускает. Транспорт Николай Васильевич. Как раз такие люди, как вы, дадут за них. Попробуйте. Высокое. Это сразу. Ну, снизу. Поднимайте, поднимайте. Это раз. У человека может здесь закружиться голова, особенно у пожилого. Платформа «Аэропорт Гагарин». Как будут добираться сюда пассажиры, лично проверяет председатель Госдумы. Вячеслав Володин предлагает и сопровождающим его лицам попробовать себя в роли пассажиров. Вместе со спикером проверить работы приехали представители власти разного уровня. Среди них и глава Росавиации. Я полностью поддерживаю вас. Конечно, надо перепроектировать и перестроить. Иначе здесь надо, рядом будет травмпункт построить. Ступеньки слишком высоко. Людям с багажом придется прыгать на перрон. Еще одно замечание – выход к аэропорту в конце платформы. Придется ее обходить. Спикер Госдумы указывает на это начальнику Приволжской железной дороги. Предлагает поднять платформу до уровня тамбура вагона. А выход сделать прямо напротив входа в аэровокзал. Вот эти вот проблемы, которые сегодня мы обсуждаем, они на первый взгляд вроде не являются основными. Но это все то, что будет вызывать не только нарекания, но самое главное и будет небезопасным. А наша задача – обеспечить безопасность пассажира. Стас Викторович, просчитаем и все ваши замечания в стране. В аэропорт будут ходить 5 электричек в сутки. Помимо них еще 18 автобусов. Добраться можно будет как из Саратова, так и из других крупных городов области. Предусмотрены две автодороги. Вот нам необходимо сейчас, чтобы все-таки был альтернативный маршрут через дубки, потому что он практически в два раза сокращает и расстояние, и время в пути. В здании аэровокзала Вячеслав Володин провел совещание с руководством Росавиации, представителями власти и подрядчиком. Определились с датой сдачи аэропорта. Он откроется 20 августа, а на 18-е намечен первый технический рейс. Терминал совершенно другой категории, объемный, большой, и пассажиры там будут находиться комфортно. Второе. Три километра протяженность взлетной полосы говорит о том, что воздушные суда здесь могут садиться, все их модификации. И третье. Впервые, где аэропорт построен с нуля, в чистом поле, и одновременно подготовлена инфраструктура, которую повезет пассажирам. На совещании также подтвердили, что аэропорт будет международным. Ему присвоят редкую для регионов вторую категорию. Это даст статус всепогодного. Он сможет работать в самых сложных метеоусловиях. Оксана Люча, Максим Пустовалов, Саратов, 24. Рассмотрят в особом порядке. В Волжском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу бывшего главы управления Росприроднадзора области. По версии следствия, Андрей Андрющенко весной прошлого года получил взятку в виде двух пополняемых топливных карт. Экс-начальник несколько раз заправлял свою машину, таким образом, на общую сумму более 40 тысяч рублей. Теперь Андрею Андрющенко грозит наказание на срок до 6 лет лишения свободы. Однако, по просьбе экс-главы Росприроднадзора, дело было решено рассматривать в особом порядке. Следующее заседание состоится 8 июля. Противоправная деятельность должностного лица выявлена сотрудниками ФСБ России по Саратовской области. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминированном ему деянии. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций судом по ходатайству следственного органа наложен арест на принадлежащее обвиняемому имуществу стоимостью свыше полутора миллионов рублей. Сегодня в Театре юного зрителя простились Юрием Ашеровым. Первые лица губернии и коллеги народного артиста пришли в ТЮЗ с цветами и венками. Со сцены звучали речи, в которых одни делились воспоминаниями о художественном руководителе ТЮЗа, другие говорили о серьезной потере для театрального Саратова. Надежда Новикова с церемонии прощания. Сегодня в последний раз ему несли цветы на сцену. В Театре юного зрителя простились с народным артистом Юрием Ашеровым. Прощание с легендой Саратова прошло в новом здании ТЮЗа. С цветами и венками в Театр юного зрителя пришли первые лица губернии. Прощальные речи со сцены произнесли и губернатор области Валерий Радаев, и директор ТЮЗа Игорь Богалей. Юрий Петрович, вы навсегда останетесь в нашем сердце, тем самым святым воспоминанием. От шута в короле Лире до папы Карла в золотом ключике. У каждого саратовского театрала есть свой любимый персонаж, которого сыграл Юрий Петрович. На его творческом счету более сотни ролей и около 50 поставленных спектаклей. Юрка был борец. Он был за честь театра фехтовальщика. Он один на один выходил и не боялся. Я вспоминаю его в 60-м году прошлого столетия. Мы вместе поступали к Юрию Петровичу Киселёву. Это был азартный, сумасшедшенький парень. В 95-м году Ашерову было присвоено почётное звание Народный артист Российской Федерации. В том же году по инициативе Юрия Киселёва Ашеров был назначен главным режиссёром ТЮЗа. Спустя несколько лет он становится художественным руководителем Саратовского театра юного зрителя. Из Санкт-Петербурга проститься с Юрием Ашеровым приехал известный актёр Игорь Яцко, который начинал свой творческий путь в Саратовском театре юного зрителя. Это легенда Саратова. Действительно, это легенда Саратова. Но он никогда не был такой забразовевшей легендой. То есть он никогда не был таким важным, плохим смыслом словом человеком. Он всегда был живой. Как педагог, как актёр, как режиссёр. Напомним, 27 июня стало известно о том, что в больнице от травм, полученных на репетиции, скончался Юрий Петрович Ашеров. Художественный руководитель ТЮЗа ушёл из жизни на 77-м году. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов, 24. 300 литров, столько ухи сварят в предстоящие выходные в Ольске. В городе пройдёт четвёртый фестиваль. Команды будут варить рыбные супы с раннего утра. Затем судьи выберут лучшие блюда. Организаторы ждут небывалое количество туристов. Путёвки в Ольск продают уже несколько месяцев. Стоят они чуть больше тысячи рублей. Роман Базан узнал, чем будут удивлять на фестивале ухи. Сегодня в конференц-зале Министерства внутренней политики и общественных отношений прошёл брифинг, говорили о бухе. Да-да, о ней самой. Дело в том, что совсем скоро в Ольске пройдёт традиционный рыбный фестиваль. Уже четвёртый по счёту. И сегодня говорили о подготовке к мероприятию. Что уже сделано и что в итоге планируется в эту субботу на побережье Волги. 19 команд в Ольске, 16 – это муниципальные районы Саратовской области. Хочу отметить, что очень много новичков. И это для нас очень здорово. То есть люди уже с такой сарафанной радио, они узнают об этом фестивале и готовы принять участие. Некоторые в Ольске команды объединяются. Поэтому ждём каких-то абсолютно невероятных площадок. Но будем надеяться на то, что всё пройдёт замечательно. Впервые гастрономический праздник прошёл в 16-м году. По слухам, именно в Ольске поэт Державин присросился к ухе. Именно поэтому и решили проводить здесь мероприятия. Уху команды начнут готовить с раннего утра на побережье. Затем пройдёт дегустация. Судьи будут оценивать не только вкус блюд, но и внешний вид команд, презентацию супа и даже то, как повара изложат свои рецепты. От вокзала города Саратова будет отходить целевая электричка. Современная, с хорошими условиями передвижения, комфортная, со всевозможными санитарными нормами, учтёнными теми, которые на сегодняшний день актуальны. И эта электричка будет ждать людей, тех, кто гуляет непосредственно, принимает участие в фестивале. Кстати, некоторые турагентства заранее начали продавать путёвки в Ольск на автобусы и теплоходы. Помимо экскурсий по городку, гиды планируют отвезти туристов на фестиваль ухи. Ну и, кстати, по словам организаторов, в этом году будет сварено 300 литров ухи. Это больше, чем в предыдущие годы. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов-24. И такой была первая часть выпуска. Прервёмся на рекламу и прогноз погоды, а затем продолжим знакомить вас с новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хотите сохранить и приумножить свои сбережения? В честь своего 15-летия Гарант Кредит предлагает разместить свои сбережения до 15% годовых сроком до 36 месяцев. Телефон в Саратове 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды сельскохозяйственный кооператив Гарант Кредит поможет сохранить и приумножить ваши сбережения просто, выгодно, надёжно. Телефон в Саратове 708-444. Здравствуйте. Во вторник, 2 июля, на Зосиму Пчельника, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки, кое-где, возможно, гроза. Ветер западный 3-8 метров в секунду и теплее. Днём до плюс 28, а ночью до плюс 15. А спонсор прогноза погоды – Секонд-Хэнд Вова. Внимание! 11 июля скидка 50% на одежду. 12 июля – 70%. Адрес – город Энгельс, проспект Строителей, 8А. Секонд-Хэнд Вова. Внимание! 11 июля скидка 50%. 12 июля скидка 70%. Ждём вас по адресу. Проспект Строителей, 8А. В Саратове и Энгельсе ветреный и тоже небольшой дождь. Температура днём до 28 градусов, а ночью до 19 выше 0. Атмосферное давление около 747 миллиметров в ртутную столбу. Вода в Волге плюс 21. На этой неделе, как обещают метеорологи, нас ждёт неустойчивая с грозовыми дождями погода. По приметам. Если пчёлы летают в основном у своих ульев, то скоро ожидают дождя. А становятся злее и жалят. Это перед засухой. Всем добра, здоровья и удачи. Увидимся. Продолжаем знакомить вас с новостями. Работаем в прямом эфире. До конца года в стране будет установлено порядка 10 тысяч биометрических банкоматов. Об этом пишут известия. Теперь россиянам не придётся пользоваться пластиковой картой. Совершаясь различные финансовые операции, можно будет с помощью системы распознавания лиц или по отпечатку пальца. Эксперты считают, что биометрические банкоматы будут намного безопаснее традиционных. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». Подтопленные районы Иркутской области направили около 100 тонн гуманитарной помощи, сообщает ТАСС. Жители регионов собрали для пострадавших еду, питьевую воду и продовольствие. А тёплые вещи привезли работники местного рынка. Напомним, в результате паводка в Иркутской области под водой оказалось 83 населённых пункта. В результате ЧП погибли 7 человек, 9 считаются без вести пропавшими. Сейчас в Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации. Молочная продукция будет продаваться по новым правилам, пишут РИА Новости. А теперь, если в товаре нет заменителей молочного жира, то визуально он должен выделяться. Кроме того, в торговых залах и других местах продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны теперь размещаться так, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других пищевых продуктов. Необычный домашний питомец появился в Подмосковье. На Клезьминском водохранилище обнаружили настоящего крокодила. Об этом сообщают в Вести.ру. Выглядеть хищник решила местная жительница. Во время купания питомца хозяйка держала его на коротком поводке, чтобы он никуда не ускользнул. Хотя, как утверждает сама заводчица, для окружающих рептилия никакой угрозы не представляет и спокойно уживается в её квартире со змеями и пауками. Попрощались со школой. В Саратове на Театральной площади прошёл фестиваль «Роза ветров». Мероприятие состоялось уже в четвёртый раз и с большим размахом. Напомню, инициатором праздника для выпускников стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В этот раз на фестиваль пришли 10 тысяч выпускников и лучшие учителя. Кто поздравлял школьников, видела Рану Шагинян. Пришли не только послушать, но и посмотреть на себя. Специальные камеры на Театральной площади всё происходящее транслируют на большие экраны. 10 тысяч выпускников после сдачи экзаменов собрались у главной сцены. Несколько часов здесь продлится самый яркий и громкий праздник в фестивале «Роза ветров». В этот раз организаторы «Роза ветров» решили сделать праздник в тренде и пригласили выступить звёзд. Здесь и артист лейбла «Блэк Стар», и победитель шоу «Песни на ТНТ» «Тестостерон», «Джози» и шоу группы «Давлэнд Презент Клаб Шоу». Молодые, но уже популярные исполнители и сами не так давно окончили школу. Мой выпускной был в городе Кемерово в актовом зале, проходил ничего особенного. То, что происходит сейчас, намного, конечно, лучше, чем было раньше. Я очень рад, что именно так выпускники провожают школу. Учитывая, что фестиваль выпускников региональный, некоторым пришлось преодолеть сотни километров, чтобы попасть на праздник. Например, бывшие одноклассницы Алены и Софии приехали из посёлка Расково. Для кого или ради чего приехали? Джози. Певец Джози и Терри. Отдохнуть ради веселья. От всего этого что было? Очень крутые ведущие, раскачали толпу, очень весёлые. Ждём Тернового. А здесь в театре программа немного другая, ведь награждает не учеников, а их учителей. Признание. Так называется премия, которую получили 10 классных руководителей. Помимо этого, педагогам вручили сертификат на 100 тысяч рублей. Я в восторге. Это такое уникальное событие, мне кажется, в жизни каждого педагога. Есть такая возможность встретиться с своими коллегами, поделиться своими успехами, достижениями своих учеников. Шикарный праздник. Спасибо всем организаторам. Праздник продлится до часу ночи. Причём фестиваль организовали только для выпускников. Посторонним сюда вход воспрещён. Территория ограждена. Кроме этого, у всех участников фестиваля есть специальные браслеты. Рано Шагинян, Олег Бирюков, Саратов-24. Цифровые технологии в сельском хозяйстве. Обсудить эту тему в Энгельский район приехали аграрии со всей страны. Гостям продемонстрировали современные разработки саратовских учёных, провели экскурсию и показали, что выращивают в регионе. Альфия Багапова отправилась в поле, чтобы узнать, с чем удивили саратовские фермеры. День поля начали с народных песен. Вот уже в седьмой раз на базе учебно-научно-производственного объединения по Волжии Саратовского аграрного университета проходит сельскохозяйственный форум. В этот раз в Энгельском районе собрались представители 47 вузов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В нашем регионе они делились опытом и знаниями. Мы находимся в учебном хозяйстве, которое возродилось последние 4 года. Здесь, по сути, дела не было ничего. И сегодня можно посмотреть, как развиваются учебные хозяйства нашего аграрного университета, на каком уровне, какой технический потенциал здесь. То есть есть что посмотреть и есть что показать нашим коллегам из ведущих вузов России. После теоретического семинара делегации продемонстрировали работу передвижной зерновой лаборатории. На глазах у присутствующих определили качественные показатели зерна. А вот это современная разработка ученых Саратовского аграрного университета. Дождевальная машина «Каскад». Она работает на солнечных батареях, а управлять ей можно дистанционно. Мы представили совместно к компании «Агросигнал» свою разработку, роботизированный растительный комплекс «Каскад», который может управляться дистанционно. И за счет эффективной системы управления, созданной совместно с компанией и учеными университета, данный комплекс можно полноценно назвать именно агророботом, роботизированной установкой. Такие разработки просто необходимы, говорят специалисты. Ведь наш регион считается засушливым. А здесь, в полях села Степной, дождей не было почти 60 дней. Но, несмотря на это, местные аграрии смогли удивить гостей разнообразием полевых культур. Я впервые вижу, я, может быть, не сталкивался, но поскольку здесь засушливый регион, сорга, который растет в Африке, в Азии, в Австралии, прекрасно прижилось в Саратовской области. И вот мы видим здесь, как раз мы на фоне этого сорга находимся. То есть это кормовое растение, сахарная порода. Поэтому я считаю, что очень полезное, правильное, интересное мероприятие. В рамках Дня поля участники также посетили выставку сельскохозяйственной техники. А студенты Аграрного университета и техникума в Саратовской области приняли участие в конкурсе профессионального мастерства по агрономии и механизации. Заслуженных аграриев наградили почетными грамотами губернатора Саратовской области. Альфия Багапова, Вячеслав Соленков, Саратов-24. Сделали ход конем. Сегодня в стенах социально-экономического института прошел очередной шахматный турнир на Кубок России. Он посвящен памяти саратовских тренеров Алексея и Александра Шестоперовых. Начался фестиваль 23 июня, а закончится завтра. В нем приняли участие шахматисты со всей страны, разных возрастов и всех разрядов. Сегодня за звание победителя боролись юные шахматисты. Играли они по швейцарской системе. Может участвовать большое количество народу в турнире по швейцарской системе. И все 9 туров они играют не на выбывание, а те, у кого большее количество очков, они играют с теми, у кого большее количество очков. И происходит отсев. Таким образом выявляется победитель. Победитель выявляется по наибольшей сумме очков. О главном к этому часу все еще больше новостей на нашем сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин